Всем привет! Добро пожаловать в Кремниевую долину. В сегодняшний выпуск я начну с истории продавца ковров, который, не имея знаний о технологиях, не имея бизнес-образования, построил невероятную карьеру венчурного инвестора в Кремниевой долине благодаря умению общаться. В 1994 году иммигрант из Ирана Payment Nosev приехал в Сан-Франциско с 700 долларами в кармане и с очень плохим английским. Сначала он работал на мойке, протирал машины, но вскоре с большим трудом устроился вот в этот магазин ковров. Магазин находится в центре Пала-Альта на Юниверсити-Авеню. Умение общаться и нравиться людям уже скоро стало приносить нозаду плоды. В один из годов он продал ковров аж на 8 миллионов долларов, но самым главным его приобретением стали новые знакомства, или, как говорят в Америке, нетворк. Он представлял стартаперов и инвесторов и за знакомство получал благодарность. А уже через некоторое время нозад открыл свой собственный фонд и стал инвестировать в свои собственные деньги. Первой инвестицией нозада стал стартап Danger. С основателем компании Энди, Рубином, он познакомился после того, как продал ему персидский ковер за 5 тысяч долларов. Рубин рассказал о Danger. Нозад почти ничего не понял, но был невероятно впечатлен самим Рубином, который затем создал мобильную операционную систему Android. Я бы инвестировал деньги в этого парня, даже если бы он продавал надувные шарики. Если он чего-то хочет, он этого добьется, сказал Нозад. Спустя 8 лет Microsoft заплатил за Danger 500 миллионов долларов. Не зря говорят, что самая главная валюта Кремниевой долины – это нетворкинг. Я бы сказала, что здесь есть две лучшие школы нетворкинга. Это самый известный бизнес-акселератор Y-комбинатор и, конечно же, Стэнфордский университет. И в сегодняшнем выпуске выпускники этих школ поделятся секретами умения общаться и строить нетворкинг. Поверьте, этот навык нужен не только бизнесменам, но и любым профессионалам, которые хотят быстро достигать своих профессиональных целей и расти в карьере. Иван, привет! Привет, Вика! Иван – один из наших первых знакомых. Ты и твоя жена. Вы приехали сюда. Ты приехал учиться в Стэнфорд. Наташа приехала вместе с тобой. Она здесь занимается тем, что пишет картины. И я рассказывала своим зрителям однажды, потому что, когда мы приехали, я просто поразилась до глубины души тем, насколько вы целеустремленны, причем вдвоем, и тем, как правильно и как по-другому, в отличие от нас, вы подходили к своему переезду и вообще к построению какого-то нетворкинга. Именно поэтому первым, о ком я подумала, когда стала готовить выпуск про нетворкинг, это от тебя. Расскажи вкратце о своей истории. Я родился в городе Тюмень. Это Западная Сибирь, если кто не знает. И провел там большую часть своего, не знаю, детства и подросткового возраста. Я закончил университет. И после этого довольно много путешествовал по стране, по России. То есть мы с женой пожили в Туле, в Москве, в Новосибирске. И делал я это все по работе. Я работал в компании Дубльгиз, или известной в европейской части страны, как Двагиз. Это такая смесь между Google и Yelp, если местными американскими терминами говорить. И работая в этой компании, я помогал строить большую сеть франчайзи-партнеров, которая для меня началась с трех городов, закончилась с шестнадцатью. И это самая крупная сеть франчайзи-партнеров Дубльгиз до сих пор. И, наверное, не знаю, как сейчас, точными цифрами, но примерно одна шестая бизнеса Дубльгиз в России. И разъезжая по городам и странам, точнее, городам и городам, если говорить про Россию, мы меняли разные места жительства. Но все это время у меня была цель. Я хотел поступить в бизнес-школу в Стэнфорде. К тому времени я уже закончил MBA в России. Это было в Академии Народного Хозяйства в 2010 году. И как только я закончил MBA в России, я сразу захотел идти дальше. Я примерно раз в пять лет заметил по опыту, получая какое-то более-менее фундаментальное образование, какой-то делаю следующий шаг в развитии собственных навыков. И вот буквально только я закончил, я на самом деле мучился с этим дипломным проектом очень сильно. и уже думал, ну все, нет, больше никогда. Прошла неделя, я начал искать, типа, что дальше. И вот нашел Стэнфорд, и все это время я к этому шел. То есть все эти пять лет, которые работал, с одной стороны, работал, много работал, разъезжал по стране, я все время готовился как бы к тому, чтобы поступить в Стэнфорд, потому что это очень непростая задача. И вот мечта осуществилась. В конце 2014 года я узнал, что меня приняли на программу, магистрскую программу в Стэнфордской школе бизнеса на один год. И я должен буду летом 2015 года поехать учиться. С тех пор мы здесь. То есть на текущий момент это уже вот только-только фактически исполнилось, наверное, пять лет, как мы находимся в этой стране, в этом регионе. Я совершенно случайно вспомнила о том, что ты ведешь группу Y-комбинейтера и, в общем-то, даешь много советов о том, как пройти Y-комбинейтер. Ты здесь занимаешься развитием своей компании. Расскажи еще, чем ты занимаешься, расскажи вкратце о себе. Меня зовут Иван, я предприниматель, делаю компанию, которая называется «Валарм». Мы занимаемся безопасностью приложений, защитой от взломов компаний, больших и маленьких, преимущественно больших, для того, чтобы хакеры не могли пройти через интернет и вытащить данные этих самых компаний. По поводу Y-C in Russian, да, эта группа, тут немножко неправильно сказать, что я ее веду, скорее я ее начал. Начал для того, чтобы люди, которые русскоговорящие, попадают в Y-комбинейтер, помогали людям туда попадать. Это такая у нас преемственность и giving back to the community. И концепция всей этой истории не в том, чтобы помогать людям проходить Y-C, а чтобы помогать людям попадать в Y-C, потому что, чтобы попасть в Y-C, нужно писать заявку, пройти интервью. Ну, для начала надо сделать компанию еще, да. И очень много компаний хороших не могут попасть, потому что неправильно пишут заявку или не могут нормально пройти интервью. Много работы – это очень хорошо. Чувствую, что наш проект по релокейту IT-специалистов в США по-настоящему нужен людям. Радует, что мы растем качественно. Мы разработали много решений, которые помогают получить визу в США и устроиться на работу в топовые IT-компании «Кремниевой долины». Ну и количественно мы тоже очень сильно выросли за время карантина. Когда все поняли, что О1 – это единственная виза, которую иммиграционная служба оставила в этом году, к нам пришло много новых клиентов. И мы этому, конечно же, очень рады. Большинство наших клиентов по-прежнему разработчики. Но мы также работаем с дизайнерами, менеджерами проектов и продукта, QA-инженерами, дата-сайентистами. И для того, чтобы не только разработчики чувствовали себя желанными в нашей компании, мы решили провести ребрендинг. Теперь проект по релокейту в США называется All Seriesons. И если вы хотите оценить ваши шансы на О1 визу, то я буду рада сделать это лично на звонке. Как записаться на звонок, вы найдете на нашем сайте. А прямая ссылка на наш сайт уже ждет вас в описании к этому видео. А мы, All Citizens, ждем IT-специалистов, которые хотят начать карьеру в США. Ты из тех людей, которые все-таки продумывают свою жизнь, продумывают свою карьеру. И когда ты решил, что ты хочешь поступить в Стэнфорд, как ты считал, для чего это нужно в твоей карьере? Что это даст? Я не знаю, правильно сказать, это цель или нет. Потому что это была, на мой взгляд, смесь рационального и все-таки некой эмоциональной привязанности к этому месту. Хотя я не был никогда здесь. Я не был до того, как я решил поступать в Стэнфорд, я никогда не был даже в Америке. Но из рационального это было стремление научиться, как вести бизнес по всему миру. И для этого мне нужна была, наверное, просто какая-то иностранная бизнес-школа. Но бизнес-школ как бы много разных есть, и разных, много хороших есть. Я так скажу, есть плохие, конечно, но есть много хороших. Но они все немножко между собой отличаются. И у Стэнфорда есть несколько отличий, которые меня очень сильно привлекали. Это очень сильная предпринимательская направленность, прежде всего. Имеется в виду это во многих отношениях. То есть с точки зрения того, кто преподает, какие курсы ты можешь взять, как много предпринимателей выходит из этой школы. И эта предпринимательская направленность мне очень нравилась. Потому что всю жизнь моя карьера строилась, наверное, по принципу между менеджментом и предпринимательством. Я как занимался своим бизнесом, так и управлял чужими бизнесами. Но всегда был очень близок к роли предпринимателя. Либо, ну вот, я говорю, либо напрямую, либо нет. И меня, эта культура меня всегда очень манила. Потом я хотел развивать бизнес за границей. И, наконец, мне очень нравилась идея Калифорнии. То есть мне нравилось, что Стэнфорд находится в Калифорнии. У меня, наверное, были какие-то детские мечты. Я как-то себе представлял. Я никогда не был в Калифорнии, но я представлял себе, как это будет. И мне все это сочетание очень нравилось. И даже до того, как я узнал и много прочитал про Стэнфорд, я понял, что это просто место, где я хочу быть. Вот это, наверное, та эмоциональная сторона. Я почувствовал, почему-то читая про эту школу, что это как бы мое. Когда я готовился к поступлению, есть несколько больших этапов. Это экзамены и сам пакет поступления, аппликейшн, который включает заполнение различных форм, эссе и прочее. И считается в практиках западных бизнес-школ, наверное, может быть, и в восточных тоже, что тебе очень неплохо разобраться в этой школе, возможно, поговорить с кем-то из выпускников. И та программа, на которую я хотел поступить, это MSX она называется, Master of Science for Experience Leaders. И эта программа имела, каждый раз, каждый год имеет, до сих пор имеет список всех студентов вот текущего курса. И когда я зашел, просто начал смотреть на людей, я нашел человека с удивительно русским именем. Его звали Сергей Пацко. И я решил попробовать написать ему, хотя с точки зрения ментальности, которая у меня была в России, это как бы не совсем естественно. То есть не то, чтобы я стеснялся выходить на людей. Но с другой стороны, все равно не было такого, что ты не знаешь человека, ты ему пишешь. И я написал ему, и он мне ответил. Причем очень быстро ответил. И мы с ним созвонились, и я поговорил про программу, и это мне придало реально сил. Я в это время занимался этим applications. Очень много просто работы, и очень много сомнений в себе, как правильно все эти эсцены писать. И мне это очень здорово помогло, как с точки зрения фактической информации, так и с точки зрения уверенности в себе. Вот этой вот незримой части, которая в любом случае тебе очень нужна. И этот же человек стал первым с точки зрения социального общения, с кем мы вот в Калифорнии встретились. Это было еще не в июне, когда мы приехали, совсем уже переехали. Это было в апреле, когда мы ездили на так называемый orientation. Orientation — это когда все студенты, почти все студенты будущего класса приезжают. Некоторые из них еще не решили, будут ли они принимать приглашение от Стэнфорда или нет. Они приезжают в Калифорнию несколько дней, программа «Школа рассказывает о себе», «Ты знакомишься с одноклассниками» и так далее. Безусловно, я познакомился с одноклассниками, это было в апреле. И это было немного перебор, потому что там 90 человек, новых людей, английский язык. Я на английском никогда не разговаривал регулярно, профессиональной деятельностью. То есть это было как бы тяжело. Но мы в том числе сходили на более маленькую тусовку, которую организовал Сергей у себя дома, на котором были несколько студентов и его друзей из его класса. И вот этот нетворкинг, который фактически начался с моего выхода, он и потом вот эта малая группа, в которой мы общались, и плюс вот эта вот тусовка в апреле, на мой взгляд, они как раз вот три характерные особенности, как работает нетворкинг в Америке. То есть они иллюстрируют первое, прежде всего, что? Люди отзывчивые, если ты выходишь на контакт. Больше или меньше зависит от целей твоего контакта, но тем не менее, ты можешь просто написать человеку, да, и он может тебе ответить. Второе, есть разница между большими тусовками и малыми тусовками, которые и та, и другая приводят к формированию нетворка. Но моя глубокая убежденность, что разница между тем, насколько этот нетворк может быть полезен для тебя, она разительная. То есть чем более тесные у тебя взаимоотношения, которые, как правило, невозможны в большой группе, да, тем больше этот нетворк, он фактически, ну, значит и приносит пользу для человека. Но это процесс взаимный. Соответственно, вот у меня как раз было такое экспресс-погружение во все три, а потом они фактически дальше развивались уже по ходу того, как я приехал в школу, начал формировать какие-то связи. То есть до сих пор у меня есть какой-то очень большой социальный нетворк, назовем его относительно слабый, который связан с большими тусовками, в том числе со Стэнфордом, и это очень большая ценность, ее нельзя недооценивать. Но с другой стороны есть как бы группы, которые, ну, малые группы, членом которых я являюсь, моя семья и мои друзья, включая вас, и это на самом деле разные функции, с одной стороны. С другой стороны, я все равно могу их сравнивать, я бы сказал, что самая сильная это все-таки малая социальная игра. Северная долина славится тем, что здесь самая главная валюта – это нетворкинг, то есть какое-то профессиональное взаимодействие между людьми и взаимоотношения. Может быть, ты сможешь себе вкратце сформулировать какие-то основные правила нетворкинга здесь? Ну, я думаю, что вообще в мире самая главная валюта – это нетворкинг, и как бы здесь никакого чуда нет, это просто наше вот такое социальное свойство человеческой расы, и поэтому действительно мы… Нетворкинг – это вообще самая главная валюта в жизни, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, здесь все понятно. А что здесь? Ну, здесь просто нетворкинг лучше, то есть ты можешь за более короткое время завести более интересных друзей и, соответственно, сделать более интересные вещи. Как бы с тобой случаются какие-то случайные события, но чтобы вероятность наступления случайного события была выше, нужно увеличивать энтропию. Вот здесь очень хорошо увеличится энтропия, то есть наступление с тобой позитивного, классного, хорошего события здесь выше. А как строился твой нетворкинг? Вот ты помнишь, с чего ты начинал, как ты это изучал? Ну, для начала, собственно, это была Y Combinator, сама тусовка, то есть это наши партнеры, партнеры частично, part-time partners, да, стартапы, которые были с нами, и потом потихоньку-потихоньку так вот он и строился. Но он и продолжает строиться, то есть здесь нет такого, что это какая-то вещь, которую можно остановиться и делать, непрерывный процесс, ты его непрерывно делаешь как-то, и, соответственно, вот так вот зарабатываешь эту валюту, как ты говоришь. Мне кажется, что все-таки, когда ты попадаешь сюда, в Америку, здесь немного другой менталитет, другая манера общения. И когда человек приезжает из русскоговорящих стран, в Восточную Европу, все-таки для него это немножко чуждо. Помнишь ли ты какие-то свои инсайты, какие-то вещи, которые тебе казалось, что ну вот я так бы не делал раньше? Здесь действительно другой менталитет, но что вы ожидали, это просто абсолютно альтернативная вещь. Ну, важно две вещи. Во-первых, долина – это не Америка, то есть нельзя сравнивать там. В Америке вообще, в целом, каждый штат довольно уникальный, и я не во всех, естественно, был, жил и знал людей, но это важная, да, отсечка. Калифорния – это абсолютно уникальная история, и здесь очень намного больше приезжих, чем везде. Это абсолютный штат иммигрантов, и здесь все абсолютно как бы очень высокого технического, материального, эмоционального и всех других уровней, просто потому что это как бы такой высшая лига всего вообще, любых технологий, любых бизнесов, чего угодно. Это не значит, что нет успешных бизнесов или крутых людей вне долины, это значит, что здесь почти все очень крутые и очень успешные, и это как бы докладывают. Я записывал, кстати, видос по поводу того, что у меня было ощущение, что я приехал в Атлантиду. Все здоровые, красивые, богатые и умные, и я очень себя некомфортно чувствовал. По поводу манеры общения, ну, есть две вещи. Во-первых, менталитет языковой чисто, здесь люди больше как бы привыкли общаться в манере там какой-то вот этого смолтолка, который нужен, чтобы на самом деле, как я сейчас понял, просто акцент понять и понять вообще, кто человек, откуда и как с ним дальше диалог строить. Но с другой стороны, это же просто слова, и это такие вводные слова, нужно и так принимать. Ну и, наверное, общая история, что какие-то вещи, которые для нас кажутся сакральными, здесь легко обсуждаются, какие-то вещи, которые для нас кажутся легко обсуждаемы, здесь довольно сакральны. Поэтому это просто разность тем и разность, ну, вот, да, манеры культуры и так далее, свободы в обществе и так далее. Я знаю, что часто в университет поступают отчасти, потому что как раз-таки обзавестись вот этим нужным, полезным, на это, потому что эти те люди, с которыми ты проходил определенные челленджи, и, ну, они тебя узнают лучше и не боятся потом тебе как бы помогать, и ты в том числе. А как вообще в Стэнфорде к этому относятся? Что говорят? К чему-то учат, вот, как раз-таки, приобретению профессиональных связей? Обязательно. То есть, вообще, надо, наверное, начать с того, что мы уже обсудили разные школы разные. И есть школы, у которых много выпускников, большие, да, университеты, а есть школы, у которых не так много выпускников. Они обе могут быть, например, обе категории могут быть очень классные школы. Например, в Гарвард выпускают больше студентов, чем Стэнфорд, в разы. Даже бизнес-школа сама. Это, на мой взгляд, как по этой функции, которую мы уже обсудили, да, создает, как бы, как закономерность своего рода, что чем уже группа, тем более она сплоченная. Соответственно, Стэнфорд, например, с точки зрения нетворка, на мой взгляд, один из самых сильных университетов. Безусловно, это не только размер, но еще и какие-то культурные нормы, как они вообще передаются. Например, у меня был преподаватель, который в конце своего, вот у него был курс, курс был про финансовую сторону венчурного капитализма. Он сам венчурный капиталист, он рассказывал, как все это работает, но последнюю свою лекцию он посвятил вопросу, который к венчурному капитализму, как бы, не имел особого отношения. Он говорил не про вести, он говорил о том, что вот вы сейчас выпускаетесь, и вы становитесь молодыми выпускниками. Вот были студенты, вы станете молодыми выпускниками, а есть старые какие-то выпускники, которые выпустились заранее. Есть следующее правило, которое я бы хотел, чтобы вы запомнили. И он рассказывал их несколько, я их все не помню сейчас досконально, но я уловил одну простую мысль. Когда тебе пишет выпускник, отвечай. Отвечай как можно быстрее, принимай звонок, принимай запрос о помощи, что бы это ни было, типа делай это сразу. Второе, никогда не позволяй им платить за кофе. Это так, по фану, но он говорил о том, что большинство выпускников, которые только, или студентов, когда они вам пишут, они сейчас студенты, вы вспомните, как это было тяжело, в том числе с материальной точки зрения. Вы, соответственно, покупаете им кофе. Но, конечно, основная мысль была в том, что вот то, как мы выходим из этого университета, как мы помогаем потом своему комьюнити, это то, как становится университет сильным. Да, у нас может быть, типа, сильные преподаватели, вы можете обзавестись какими-то, типа, конкретно связями, которые вам прямо сейчас полезны, но на самом деле вся ценность университета, она потом придет с годами, и придет, когда вы будете взаимодействовать с людьми, которые либо сейчас учатся, либо сейчас учатся, либо которые закончили. Все вот эти поколения выпускников. А я уважал, он классный преподаватель был, я его очень люблю. И, конечно, ну, авторитетно для меня. И я согласен был морально с тем, что он говорит. Плюс вот этот опыт, который у меня был с Сергеем Пацко, когда он ответил на мой запрос. Сейчас, всякий раз, когда ко мне обращаются люди, которые, например, хотят поступить на мою программу, я всегда отвечаю. То есть вот как бы у меня просто завело. На самом деле я, скорее всего, отвечу любому выпускнику Стэнфорда, который мне напишет. Просто чаще пишут люди, которые, например, из России, они видят там мое, не знаю, славянское лицо или мое имя. Но, безусловно, моя в целом установка такая. И Стэнфорд, он, конечно, как бы учит техническим вещам, например, как происходит вот этот вот нетворкинг на мероприятиях. Целая большая категория, по сути, спиддейтинг. Все люди собираются, и там нужно быстро-быстро там с ними познакомиться, нужно кратко научиться про себя говорить. У нас были там какие-то своего рода даже практикумы, я не знаю, как правильно их называть. На тренинг они не тянули по своей комплексности. Но практикумы, когда мы тренировались, говорить вот этот elevator pitch, это очень кратко рассказать про себя там и так далее. Узнать про другого, задать какие-то вопросы. Но техническая сторона, методология, тактики, она, на мой взгляд, не столь важна, сколько вот философия и идеология, которую Стэнфорд очень сильно, конечно, как бы накладывает. И начиная с первого дня, когда делаются первые презентации, когда ты приучаешься к мысли, что ты сейчас получаешь там только часть пользы. Да ты и платишь только часть сейчас, потому что они там, есть такое даже выражение, что тебе pay half now, half later, что означает, что ты, по сути, будешь поддерживать свой университет, в том числе материально, donations делать там и так далее, потом еще годы спустя. И очень много чего построено в Стэнфорде, построено на деньги выпускников. И в Стэнфорде, на самом деле, немногие это знают, но если посмотреть на бюджет университета, из чего он состоит, у Стэнфорда очень существенная часть, я не помню точно сколько, наверное, одна треть бюджета всего университета, который как бы считается богатым университетом, она строится на пожертвованиях выпускников. И это, соответственно, тоже все про нету. То есть, соответственно, да, Стэнфорд один из самых сильных университетов, и не случайно, а потому что они активно это продвигают. Я помню, ты брал класс, очень популярный, который, мне кажется, взрывает всем мозг, не знаю, расскажешь об этом, TouchEffile. Это, может быть, не очень относится к нетворку, но расскажи, что именно тебе там так запомнилось? Я помню, какой ты вдохновленный, как ты много об этом рассказывал. Да, TouchEffile – это действительно сугубо стэнфордский опыт, который большинство студентов бизнес-школы стараются взять для себя. Это, на самом деле, не столь даже курс с удовольствием, это тяжелая работа. Устроен он довольно просто. У тебя группа из 12 человек. И эта группа из 12 человек собирается регулярно раз в неделю на общегрупповую дискуссию. Это можно сказать, как некая группа психологической поддержки, с одной стороны. С другой стороны, это группа, в которой люди собираются поговорить на очень серьезные темы. Есть два фасилитатора, которые ведут эту дискуссию. И люди, что называется, берут риск. Они рассказывают про себя, они делятся обратной связью с другим, кто рассказывает про себя. Позволяют себе иногда высказать, например, негативную обратную связь, покритиковать. Или попробовать человека, что называется, зачелленджить, чтобы призвать его высказываться еще более откровенно, брать больше риск. В такой динамике проходят многие группы, очень много домашней работы, когда ты читаешь какую-то часть теории, делаешь практические задания, оцениваешь себя, пишешь дневник, оцениваешь других своих участников этой группы. И все заканчивается так называемым ретрит, который, по сути, это два с половиной дня, уже целый день люди занимаются на выезде, вдали от своих семей и так далее. Это очень серьезный с точки зрения эмоциональной вовлеченности опыт, который в итоге приводит к тому, что ты узнаешь очень много о людях вокруг, узнаешь очень много о себе. И, наверное, он, возвращаясь к вопросу про малые и большие группы, является такой сего рода квинтэссенцией, как формируется действительно сплоченный нетворк. Вот люди, которые были в моей группе, она называется T-Group, те, кто из них остался до сих пор в долине, мы встречаемся периодически, и я чувствую с ними, конечно, гораздо больше близости, чем, например, в целом с классом, да, с моим или еще как-то, потому что мы вместе много чего пережили. Твоя компания попала сразу в Y-Combinator, да? Это бизнес-акселератор, в котором, ну, определенно прививают какие-то правила, делятся нетворкингом. Расскажи, чему они учили, как у них устроено все? Да, ну, YC, про него можно в целом долго говорить, как бы, есть вот все инкубаторы в мире и YC. YC – это абсолютно отдельная такая штука, которая там по количеству стартапов, которые из него вышли и стали большими и хорошими компаниями, вне конкуренции, там на несколько порядков. Это действительно очень важно. Там был Dropbox, там был Airbnb, там была куча других компаний, которые там можно только себе представить, и поэтому это другой уровень совершенно. Что происходит внутри? Ну, тут, опять же, мыслью подрела не растекаясь, это программа, которая построена на… Самое ценное в этой программе – это возможность общаться с партнерами, которые сами построили какие-то компании или очень долго работали в каких-то больших компаниях, но обычно все-таки предприниматели, с которыми можно делать, по сути, личные встречи, которые называются Office Hours. И на этих Office Hours ты можешь обсуждать любые темы, которые тебя волнуют, они проходят, либо, ну, сейчас все онлайн тогда были или по звонку, или лично, можно было встречаться лично, они тебе как-то помогают, спрашивают какие-то вещи, просишь совет, просишь какие-то действия, с кем-то знакомят и так далее. По сути, вот это так, безусловный нетворк, который у тебя автоматически получается, и это такой вот, как они сами себя называют, шоткат. Особенно, когда ты прилетаешь из непонятного и как бы откуда, тебя никто не знает в долине, неважно, из Алабамы ты прилетел или из России, не так принципиально. Это твой шоткат на этот нетворк, и это, соответственно, большая-большая группа людей вокруг, они принимают автоматически тебя как своего, потому что в IC это еще шильдик, очень важный шильдик, который действительно принимается. И как бы, и за счет этого ты работаешь более раскрепощенно с людьми и получаешь от них то, что, наверное, просто так сложно от них получить, а именно ценный совет или какое-то полезное действие. Может быть, у тебя есть каких-то пару примеров, когда нетворкнг тебе или твоим друзьям очень сильно помог? Вот ты там стучался-стучался в закрытые двери, а потом оказалось, что вот кто-то из твоего нетворка... Ну, мы занимаемся безопасностью, нам сделали, например, на одной из первых встреч знакомство с командой безопасности дропбокса. Мы бы вряд ли до нее быстро дошли как-то, ну, то есть дошли бы, наверное, но здесь точно быстро было. И такого очень много, то есть, ну, как бы, да, вот такая история. Это не то, что, то есть, я не пытаюсь рассказать, что без этого нельзя, или не пытаюсь рассказать, что это какая-то сильвербада, да, священная, как серебряная пуля. Это просто один из вариантов, и если он работает для тебя, то он работает хорошо. Он также может для тебя не работать, это нормально. Ну, то есть, как и любой инструмент, нужно применять его правильно, и мы, может быть, не очень правильно применяли, что-то не поняли вначале и так далее. Ну, вот если посмотреть на долину, да, то она действительно построена каких-то... Посмотри на долину, вот она, где-то там. Она построена из, например, Стэнфорд, у них есть свой нетворк. Понятно, что вся долина, там, каждый человек строит свой нетворк, но есть Стэнфорд, есть Y-компинейтер, не знаю, есть еще другие акселераторы, есть Google, есть Amazon, и это все тоже какие-то нетворки. Как человеку, который не попадает в нетворк, ну, то есть, вот, за Воложем, там, приезжает, неважно, программист, и он не попадает сразу в крупную компанию или предприниматель не в акселераторе, университет, как ему строить свой нетворк? Что такое клуб? Любая группа людей с однякими интересами. У тебя есть группа интересов в IC, у тебя есть группа интересов сотрудников Google, у тебя есть группа интересов людей, которые, например, делают, не знаю, играют в шахматы, клуб, там, людей, которые говорят на русском языке и так далее, и так далее, и так далее, ты все равно в какие-то клубы попадаешь автоматически. Там, опять же, женщины-предприниматели, женщины-разработчики и так далее, и так далее, любые вообще атрибуты, это все какие-то клубы. Почему это происходит? Это естественная кластеризация людей, где ты не можешь обслуживать свои прямые связи peer-to-peer, то есть, как бы, в России там в два раза меньше населения, или даже меньше, и там в 40 раз меньше бизнес-активных людей. В итоге там у тебя просто гораздо меньше связей, да? Ты можешь все свои связи обслуживать, здесь нет, и поэтому тебе приходится подключаться к клубам. Ты автоматически попадаешь, как переходить из клуба в клуб, находить людей, которые есть в твоем клубе, которые есть в других клубах, и, соответственно, туда приходить. Это так работает. То есть, там понятно, что, общаясь с людьми из YC долго-долго-долго, вероятность туда попасть в YC тоже выше. Так же, как и Стэнфорд и другие клубы. Есть два типа, как бы, клубов. Они, все клубы отличаются порогом вхождения. Где-то порог вхождения — это деньги, например, там, ты можешь быть в гольф популярный играть, платить за это, допустим, до миллиона долларов в год за членство, и понятно, что это отсечка, да, это какой-то порог вхождения. Где-то это рекомендации, где-то это, например, чтобы попасть в шахматный клуб, нужно хорошо играть в шахматы. То есть, не можешь это купить знания, это никак, да? Ну, то есть, вот такие вещи. Ну и все. Я писал про это прям большое видео, систематизация как-то работает. Ну и дальше, как бы, что нужно знать? Что ты всегда подключен к кем-то клубам, и ты дальше по ним начинаешь двигаться. Что еще про клуб важно? Что, как бы, тебя сразу снизу начинают тащить в середину. То есть, клуб — это такая вещь, где ты быстро оказываешься на какой-то средней температуре. Если ты уже выпьешь, ты начинаешь отдавать немножко ниже, и, как бы, тащить людей, которые только попали чуть-чуть вверх, отдавая им назад в это же самое комьюнити или в клуб, да? Вот и вся механика. То есть, все просто. Ничего такого. Да, про Долину как раз ты говоришь о том, что вот ты отдаешь, то есть, это какая-то такая органическая история. Но все-таки ты сейчас уже фактически отдаешь, да? Ну, где-то берешь, где-то отдаешь. Ну, это непрерывный процесс. Ты всегда где-то даешь, где-то отдаешь. То есть, там, не знаю, где-то, не знаю. Даже когда ты приезжаешь, у тебя есть какой-то набор знаний. Эти знания будут интересны каким-то людям. Возможно, какой-то твой опыт, возможно, какие-то твои уникальные особенности. Все равно люди, которые приезжают, обладают чем-то уникальным, да? И они могут это давать. А за это они что-то назад получают. Но это не транзакционная вещь, что ты мне, я тебе. Это как-то естественно, лаконично получается. Ты сам понимаешь быстро, как работают вещи. И помогая там людям здесь, совершенно независимые люди здесь тебе дают. Ну, или там просто они дают. То есть, это не транзакционная модель. Я знаю, что есть в Долине такое выражение, что нетворк – это основная валютная статус. Можешь привести какие-то примеры из жизни? Как тебе помог твой нетворк вот уже тогда, когда ты выпустился, когда ты стал работать именно в профессиональной твоей жизни? Да, это отличный вопрос. И мне кажется, я супер согласен с тем, что нетворк – это, конечно, основная валюта. Мне он помог прямым образом. И прям много раз, можно так сказать. То есть, вообще, например, начнем с того, что сразу после школы я начал заниматься своей бизнес-идеей вместе с партнером, моим кофаундером. Ты, наверное, тоже его знаешь. И он, кстати, делал интервью с ним. Когда ты решил, что станешь программистом? Когда мне было 5 лет. Дан, да. И мы с Даном работали над своей стартап-идеей. Миша даже нам помогал. И, то есть, у меня до сих пор фотографии эти давно всплывали, как мы сидели там в один из выходных. И во время этой работы, ну, что нужно делать стартапу? Нужно находить потенциальных клиентов, нужно находить потенциальных инвесторов. Я практически исключительно использовал стэнфордскую сетку. Начиная с того, что я брал идею, которая в классе была, как бы родилась в классе. У меня был ментором мой профессор. И потом я выходил через знакомые на потенциальных инвесторов. Какие-то акселераторы, инкубаторы. И, то есть, я не знаю, это, наверное, 90% того, что я делал, было практически связано с нетворком. Через какое-то время эту бизнес-идею мы решили оставить. И я переключился на работу на стартап, который я нашел по знакомству. То есть, тоже была, как бы, какая-то социальная тусовка, на которой я познакомился с человеком, которому я потом сообщил, что я, в общем, ищу какую-то проектную работу в рамках того, как я занимаюсь своей стартапом, еще проектную работу. Он переслал мое сообщение своему знакомому. И так я встретился с стартапом Tracer, в котором я вот с тех пор, с ноября 2016 года, и работаю, помогая со всем, что связано с клиентами, со стратегией, там, с go-to-market стратегией и так далее. С тех пор, вот как только присоединился к компании, самое первое, чем мы занялись, это исследование рынка. Ну, это, как бы, звучит как маркетинг. Мы делали конкретно кучу интервью, которые имели побочную цель, типа, продать, попробовать продать, да, и получить обратную связь. В общем, вот такого рода исследования мы делали. И это исследование состояло, как мы поставили минимальную задачу, там, набрать 30 человек. И выходили мы через свои социальные, опять же, как бы, связи. Кто-то, какие-то контакты компания уже смогла заполучить, но большинство контактов пришло через мою стэнфордскую сетку, которую я просто искал людей. Есть такая директория, в которой все выпускники, и можно по каким-то ключевым словам искать людей. И потом я им просто писал со своего адреса выпускника, который видно, что там Stanford.edu, Alamna.standward.edu. И я им писал, и говорил, у меня написано было в теме письма, что, типа, это запрос, типа, о помощи, там, со стороны студии, выпускника, recent, типа, Stanford graduate. И тогда вот как раз это было очень хорошо проявлялось, как, насколько сильнее стэнфордская сетка, например, чем других университетов. Не буду называть каких, но был другой, очень видный университет с восточного побережья, в котором мой коллега тоже закончил MBA-программу, и мы отправляли очень похожие запросы. И, например, если холодный уровень ответов был не больше 5%, то есть один из 20 отвечал, вот тот другой университет уровень ответов был примерно 1,3, то есть один из 3, то в Стэнфорде мне отвечали 2 из 3. Не с первого раза, я могу там пару раз вам напомнить, но, ну, представь себе, две третьих, как бы, людей отвечают на холодное письмо с запросом помощи, отвечают, готовы поговорить и так далее. То есть это вот, как это все работает. Но в целом, если говорить про долину, я не знаю, не могу говорить за другие регионы США, потому что я, честно, ну, здесь большую часть времени жил, я посетил какие-то другие штаты, но я не настолько хорошо их знаю, как в долине. В долине, по сути, даже парикмахера нормального невозможно найти, не обращаясь к социальным связям. Смешно, но тем не менее. То есть мы сидим сейчас на университете Авеню в центре Павалта, и здесь, конечно, я могу и найти там барбершоп, вот он его отсюда видно в президент-отеле. Но я как-то сходил туда, в смысле, меня там подстригли так отвратительно, как когда они подстригали. С постсоветскими корнями кажется немножко странно, здесь это все-таки, как бы, скорее норма жизни, потому что люди строят вместе бизнесы, находят работу, находят бизнес-партнеров, находят себе, я не знаю, вторые половины. Начиная вот с тех, как бы, корней, которые, не знаю, с кем они ходили в начальную школу, с кем они ходили в среднюю школу, в высшую школу, и это все вроде как бы неудивительно, потому что, ну, конечно, наверное, практически в любой стране так это происходит, но удивительно, как американцы, как бы, ценят, ну, уважают вот те социальные связи, которые они формируются с самого детства. И я, конечно, вот сейчас у меня сын ходит, только закончил начальную школу, переходит сейчас в среднюю школу. Я, например, очень, ну, дорожу тем фактом, что он сумел и в России поучиться, и в Португалии там немножко пожил, ну, вот сейчас он живет здесь, и то, как, во-первых, относятся люди к строительству социальных сетей, и где конкретно он будет строить свою социальную сеть, это, конечно, решает очень многое в жизни. И я, честно, забыл высказаться, вот когда ты меня спрашивал про Стэнфорд, очень важная мысль, что мое глубокое убеждение, что с онлайн-образованием большинство, вот, типа, что ты получаешь в школе, да, вообще, в университете? Ты получаешь, там, знания, ты получаешь связи, ты получаешь, наверное, статус, да, ну, как бы, диплом, там, как таковой и так далее. На мой взгляд, очень тяжело большинству вузов будет конкурировать с онлайн-образованием, например, по знаниям. Ну, потому что, ну, какая разница? Гораздо удобнее часто получать эти знания, сидя дома или, там, не знаю, не отрываясь от дел. Но, на мой взгляд, топовые университеты, включая Стэнфорд, они, на мой взгляд, сохранят очень долго, я не знаю, насколько, возможно, навсегда свою позицию, как бы, ну, на вершине вот в этой системе образования, если за счет чего-то, за счет чего-то, то за счет нетворка. И в этом отношении, наверное, поэтому они такие дорогие, так тяжело в них попасть, потому что ты получаешь гораздо больше, чем просто диплом или просто знания. Конечно, это тоже помогает, безусловно, но этот нетворк, если ты правильно можешь его развивать, о чем мы, наверное, отдельно поговорим, это просто, как бы, непередаваемая и очень сложно просчитываемая, как бы, выгода. Как-то недавно, я не помню имена, но был человек, который публиковал, по-моему, на LinkedIn или Facebook сообщение о том, как он поступил там в Стэнфорд и решил не идти. И он рассказывал исключительно экономическую сторону о том, как вот он решил, посчитал, как у него будет возврат инвестиций и, например, как может подняться его зарплата после того, как он поступит в Стэнфорд и закончит Стэнфорд по сравнению с тем, сколько он потратит денег, в том числе упущенные возможности. Вообще, наверное, как бы очень логично, он был, по-моему, менеджмент-консультант, то есть он все логично рассчитал, как бы, с точки зрения этого, но мне кажется, мысль, которую здесь многие люди упускают, что ты зачастую возвращаешь свои инвестиции в образование не совсем прямолинейным образом, конкретно, например, увеличением зарплаты. Это тоже происходит, но тем не менее, это, например, когда ты работаешь на компанию, да, ты можешь найти какую-то сделку, которая будет там, не знаю, самой большой сделкой там в твоей карьере, и которая позволит сделать тебе кучу бонусов или повыситься по карьерной лестнице. Если ты занимаешься бизнесом, как бы найти клиентов или найти партнеров, поднять инвестиции, эти, как бы, мне кажется, что от качественного нетворка возврат часто бывает большими такими кусками, и, как бы, которые не всегда очень очевидны, но из моего опыта, я просто уже с предыдущей своей тоже опыта бизнес-образования, я просто заметил, как это работает, и оно почти всегда для меня, по крайней мере, работает. То есть, может быть, еще, как бы, вот, это индивидуально, но я убежден, по крайней мере, в моей жизни это часто очень подтверждалось. Если тебе надо, вот, например, дотянуться до каких-то, ну, определенных людей, тебе интересно, непонятно, ты там развиваешь здесь бизнес, есть ли какие-то правила местные, вежливости, там, как заходить, не знаю, можно ли написать напрямую мою, или нужно искать человека знакомого, каким образом вообще действовать? Ну, смотри, тут, как бы, две вещи. Во-первых, ты же не просто хочешь познакомиться с человеком, а бы зачем, ты хочешь за какой-то конкретной целью, у тебя есть какой-то конкретный, как бы, запрос. Этот запрос может быть решен через этого человека, другого человека, скорее всего, так. Ну, то есть, там, ну, да, не знаю, только за исключением, что ты, правда, принципиально хочешь пойти на свидание с Эланом Маском, и тут я не знаю, вот, но, как бы, во всех остальных вариантах у тебя есть какие-то конкретные цели. Я, не знаю, хочу показать свой продукт в Тайслов. Мне для этого Элан Маск вряд ли как-то поможет, ну, там, unless я не делаю что-то, что для него продукт. Ну, то есть, понятно, что это не так работает. Ну, и дальше ты начинаешь раскладывать это, и у тебя есть два варианта. Либо найти людей, которые попросят интро. В этом смысле у меня есть прекрасное видео, как использовать LinkedIn, то есть, как бы, ну, вот, ты ищешь людей, ищешь, как ты можешь до них дотянуться, и, соответственно, так и какие-то вот связи строишь. Либо написать напрямую в LinkedIn или в e-mail или где угодно, это может не сработать. Можно, и, опять же, от человека зависит, если это, там, линейный руководитель, директор и тим-лид, ты легко его найдешь, не проблема. Если это, там, супер какой-то топовый чувак, во-первых, совершенно непонятно, как он тебе может помочь. То есть, на моменте, когда он тебе может помочь, вообще, это такое правило, да? На моменте, когда тебе кто-то может помочь из твоего network, ты уже знаешь, как на него найти выход. То есть, нет такого, что чувак, который ты совершенно не понимаешь, как законнектится, может тебе чем-то помочь. Скорее всего, он тебе ничем не поможет. То есть, так или иначе, люди, которые там ко мне как-то достукиваются, они, я им могу как-то помочь. Люди, которые до меня не достукиваются, с большой верызation, я им не могу никак помочь. Ну, и вот, и так же и я. То есть, людей, до которых я не могу достучаться, скорее всего, они мне не помогут. А каким людям ты можешь помочь? Я стараюсь помогать всем русскоговорящим предпринимателям, которые хотят строить бизнес, и поэтому делаю канал, который называется Silicon Правда, и поэтому толкал когда-то группу YC in Russian, сейчас там уже есть вторая волна и третья волна предпринимателей, которые прошли YC. И в целом занимаюсь таким немножко, как-то сказать, просвещением людей. Не знаю, как это объяснить нормально. Хочу, чтобы было больше предпринимателей в странах Восточной Европы, странах бывшего Союза и вообще в целом тем, кому по ряду причин, по сути, всем странам, где очень плохое бизнес образование или оно отсутствует, при этом очень хорошее техническое образование, грамотные люди и очень хорошие идеи и очень хорошие возможности. Ну, наверняка, вот так вот коротко, естественно, все знания не передашь, но вот как тебе кажется, какие бы ты знания в первую очередь хотел передать предпринимателям, которые у тебя... Ну, они очень сильно зависят от человека. Во многом, как бы, в чем проблема на самом деле, как мне сейчас кажется, вообще предпринимательство из стран Восточной Европы, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, вообще все страны бывшего Союза, и русский говорит, даже Латвия, Литва, Эстония, то же самое. Ну, как бы, проблема в чем? Очень сильная нетерпимость к неуспеху, нетерпимость к неудачам и среда, где, ну, во-первых, потому что действительно бизнесом в советское время считалось заниматься плохо, а потом, собственно, сейчас проблема в том, что, ну, люди не терпят, не любят неудач. То есть, когда что-то случается не так, бизнес это всегда про пробу и ошибки, это всегда про даже ошибки больше, чем успех, да, и нужно быстро понять, что, окей, это неработа, вопрос, что еще. Очень сильное негативное восприятие, очень много вот этого такого буллинга условно или каких-то других негативных вещей от социума, и вот это самое важное. То есть, надо перебороть эту историю, понять, что даже если вы выросли в системе, где за любую ошибку, там, и за любое твое падение тебя, над тобой будут смеяться, люди, которые вообще ничего не пробуют, это не значит, что здесь так. Здесь абсолютно нормально, здесь абсолютно нормально раскрыться и рассказывать про свои ошибки, тебе будут помогать или, там, давать какие-то полезные советы или помогать делом или что, но главное, что ты пробуешь. И второе, это вот какая-то внутренняя независимость, ощущение, что все-таки ты можешь, уверенность в себе, и вот это, наверное, самое главное. Дальше уже в зависимости от проекта, идеи, там, стабильности или нет стабильности бизнес-модели, рынка, объема этого рынка, конкурентов и прочее, 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 прочее. Вот, да, про ошибки я слышала от многих людей о том, что здесь такая культура ошибаться, действительно относиться к этому как к опыту, а не к ошибкам. Если ты открыт, расскажи о каких-то своих ошибках. Да, ну, во-первых, надо сразу отметить, что не здесь культура, а в целом это абсолютно нормальное свойство человека. То есть мы, как бы, биоробот, у нас есть нейронная сеть, нейронная сеть учится, потому что она ошибается, и, соответственно, нам нужно какие-то выводы делать. Какие-то выводы мы можем сделать из мысляных экспериментов, мне не нужно, там, попасть под самосвал, чтобы понять, что это плохо. Но какие-то нужно сделать, и это абсолютно нормально, естественно и физиологично, это важно понять. Это не потому, что в Америке любят ошибаться или не любят ошибаться, это наша физиология. И как бы я готов за это отстаивать Мои ошибки, да слушай, ну много Мне кажется, я и в блоге про это пишу И тут как бы, ну, чего только не было Ну, во-первых, поздно переехали в долину Поздно вообще стали работать с американским рынком Именно вот как нужно было с ним работать То есть непрерывно здесь находиться, общаться с людьми То есть я не знал английский нормально Это тоже отдельная большая проблема Я переезжал почти без... То есть я не мог на слух понимать, что люди говорят Мне пришлось тратить время И где-то уже после YC сильно Когда уехал мой партнер Степа в Россию Получать визу, я остался здесь один Только тогда у меня начался разговор Я прокачался очень быстро за какое-то время Это тоже большая проблема Невозможно выучить язык с учителем Ну или я не могу Вообще я плохо обучаюсь Вот, это тоже такая ошибка Ну много ошибок всяких разных, как бы Че только они делали Знаешь, как вот Ошибка это не неуспех Ошибка это не поражение Ошибка это не неудача Ошибка это не фейл Да, вот это просто то, что ты можешь исправить А удача, неудача, успех, неуспех Это ты себя сам определяешь То есть в момент, когда ты скажешь Окей, я там этот проект закончил Все, здесь ставим точку Можно уже посчитать Материально, там, эмоционально Успешно это или неуспешно И тогда понять Но пока ты это тащишь Пока ты это делаешь Как бы тут нет никакого стопа Но это немножко не про ошибки Но все равно очень полезная, как бы, история Мы и вы уже здесь живем пять лет И я уже рассказывала как-то своим зрителям Без называния имен Но, наконец-таки, я своих зрителей могу с тобой познакомиться О том, что когда мы вас встретили Меня поразило, насколько Вот у тебя была безумно насыщенная учеба Ты очень уставал Но в то же время Вы находили время Причем очень осознанно подходили К каким-то социальным активностям Поделись какими-то советами Как правильно устроить свой нетворк Попробую выделить какие-то основные моменты И мы с тобой можем потом углубиться В какой-то из них В зависимости от того, как тебе покажется Насколько это полезна аудитория Строительство нетворка Ну, во-первых, я Я не сторонник никакого хакинга С точки зрения строительства нетворка Разные люди разные подходы предпочитают Я считаю, что невозможно хакнуть Социальные свои связи Что это значит? Нету быстрых решений Которые сразу все проблемы у тебя решили На мой взгляд, нетворк Он дает тебе, сколько ты инвестируешь И инвестируешь Подинвестируешь Я имею в виду, что если ты ожидаешь От своего нетворка помощи Ты должен в него загружать свою помощь То есть если ты рассчитываешь Что люди тебе в чем-то помогут Ты должен помогать людям И это философия с одной стороны Но с другой стороны Это очень четкое руководство к действию Это означает, что если ты строишь свой нетворк Ты должен быть готов помогать Как бы прежде всего помогать И уже потом во вторую очередь Ты должен ожидать от нетворка какой-то помощи Второе Я, как уже сказал Я считаю, что нетворк самый сильный Который в итоге приносит самую большую пользу Это малая социальная группа Поэтому нужно, конечно, очень Ну, приоритизировать Малые социальные группы И это не обязательно должно быть бизнес-интересы Вот, например, для меня Возможно, в этом отношении я там не самый Как раз хороший пример нетворкинга Может быть Можно лучше, да Но я вот, например, люблю Общаться с людьми, с которыми мне приятно Общаться с друзьями со своими И это зачастую не имеет ничего общего С какими-то бизнес-интересами И оно, знаешь, оно не имеет, не имеет Пока вдруг и не заимеет И ты никогда этого не знаешь Соответственно, на мой взгляд Инвестировать в группу Инвестировать в свой нетворк Свою энергию, свои ресурсы Очень важно с теми людьми С которыми тебе нравится это делать Потому что это как бы Никогда не знаешь, как именно это вернется И уж лучше, чтобы тебе было Это делать с удовольствием Я вот так скажу Ну, а дальше Есть уже на уровне всяких тактик, да Есть нетворк, который ты делаешь Который связан с организацией Это вот школа, компания Мы уже про школу много поговорили Можно, я думаю, опустить А в компании Особенно, когда большие компании Этот нетворк очень много чего значит Что это означает для человека Если он работает в какой-то большой компании И ему имеет смысл вообще Ну, как бы знакомиться с людьми Которые там работают Но, опять же, не то, что количество важно Да, а качество этих связей Соответственно, важно Связи вне Ну, как бы Не только внутри своей функции Например, если ты программист И у тебя есть группа Конечно, у тебя сформируются Какие-то связи в рамках своей группы Своей команды, да С другой стороны, есть другие команды Есть команды, которые занимаются Маркетингом, продажами Оперейшнс И все эти группы Как бы это то, что может Позволить сформировать Очень качественный нетворк Есть Продолжая вот тему с организациями Да, есть Как бы свои подходы Как строится нетворк Например, на основе увлечений Хобби, спорта Одни из самых сильных Например, до сих пор Моих связей Моих, там, не знаю Дружеских Или бизнесовых Это люди, с которыми Я занимался спортом А ты занимаешься очень много Они периодически меняются Самые главные Которые выходят На передний план Но Возможно, это про то же самое Что когда ты Как бы занимаешься чем-то Что тебе очень нравится Ты вместе сопереживаешь Вот как мы про те группу говорили Сопереживаешь какие-то Большие, как бы, эмоции Чувства Ну, а спорт, на котором я занимаюсь Часто какой-то экстремальный спорт Кайтсерфинг Сёрфинг Сейчас вот я в картинг Го-карт И Сноубординг там Очень долго был Большой, большой Очень частью моей жизни Когда я просто, я не знаю Там я Очень много времени Проводил на склонах Это всё довольно сильная Эмоциональная вещь Люди Стаются ближе к друг другу Вот Нетворкинг внутри организации Да Есть Нетворкинг Внутри мероприятий Ивент Ивент И там есть ивент Ивент, которые специально Организованы для нетворкинга Митапс Да Которых очень много проходит И По сути По-моему Уж что-что Но недостатка вообще нет В долине То есть если как бы Ты хочешь строить Нетворк через метапс Ты заходишь Там есть специальные ресурсы Находишь и идёшь Есть нетворк Связанный Например С образовательными Какими-то мероприятиями Будь то Личные Типа семинары Или конференции Да Так и Большинство из них Сейчас происходит Онлайн Это всё равно Не является препятствием Для того Чтобы строить этот Нетворк Ну конечно же Нетворк связанный С профессиональной деятельностью Со своими сотрудниками Но с кем ты работаешь Клиенты, партнёры Как бы если Если ты работаешь с кем-то Кто снаружи Соответственно Для всех этих групп Правила Наверное Какие-то тактики Будут разные Но философия На мой взгляд Она всё равно Примерно одна и та же Вот есть у меня Например клиент В рамках работы в Trace Air Мы занимаемся софтом И услугами Для строительных компаний Мы помогаем использовать Дроны Чтобы лучше мониторить Ход строительства У нас есть один из клиентов Который Стал нашим клиентом Одним из первых И в этой компании Это компания Которая занимается Земляными работами У них есть Человек Который отвечает За все Field operations Он VPF operations И у него Очень богатая история Он наверное За всю свою карьеру Переместил Больше 400 миллионов Кубических ярдов Земли Ну это просто С ума сойти можно Они как бы Реально Это очень серьёзные операции И он Начинал свою карьеру С того Что он был оператором С того Что он там Стал прорабом Ну и так далее И так далее То есть Сам создал Всю эту Структуру Один из самых Ближайших наших клиентов Но с другой стороны Его зовут Рон Я обожаю этого человека Он как бы Я считаю его своим другом Как бы это странно Не казалось И Но это действительно Проявляется в том Что он например Нас звал Мы там ездили В том числе с семьёй С моей женой С моим ребёнком Мы ездили к нему домой Мы там Купались в его бассейне Делали там Какой-то Не знаю Сосиски вместе Или мы Очень много времени Провели в бизнес Командировках Но когда мы там Вместе летали куда-то И так далее И на мой взгляд Принцип-то какой Мы говорили Возвращаясь к этой мысли О том что Тактики могут быть разные А философия Наверное всё равно одна Ты инвестируешь В отношения Чтобы они приносили тебе Как бы Выгоду Ты Делаешь это С людьми С которыми тебе Приятно это делать И это очень сложно Ну как бы Фальшивить в этом вопросе То есть тебе не понравятся люди Ты им помогаешь И в ответ Этот человек Я не могу передать Он наверное был лучшим Как бы продажником Нашей компании Которого только можно представить Потому что он нас Направо и налево Всех рекомендовал Один раз Представляешь Он поехал По нашей просьбе Он поехал Навстречу С потенциальным клиентом Другим Как другой компанией Которая занимается Зелеными работами В Южную Калифорнию Ему лететь пришлось с нами По сути К конкуренту Они даже на самом деле Иногда вместе Борются за какие-то заказы И он поехал Ну от чистого сердца Потому что он верил В то что мы делаем Это хорошо Что мы хорошие люди Наверное Вот Ну я вот о чём и говорю Что вот это как бы Вот он один человек Да я наверное не могу сказать Что у меня таких 200 Там 300 или 500 Но От одного такого человека И от того как ты строишь С ним взаимоотношения Конечно по ходу жизни Будет происходить Там много и много Хороших вещей И конечно Когда мы можем помочь То есть я вообще С удовольствием пользуюсь Первой возможности Это делать Я вот вижу Что русскоязычные люди Да Которые здесь приезжают Они конечно Ну тоже Образовывают свой нетворк И очень плотный А насколько Легко с американцами Образовать такой же нетворк Профессиональный Слушай ну совсем легко Первый совет Всем кто приезжает Вообще в любое Новое для себя Окружение Не общай И где они говорят на русском Не общайтесь С русскоговорящими Вы всё равно Их узнаете Всё равно Вы будете с ними общаться Избегайте этого умышленно Потому что Вы очень быстро Пойдёте в какой-то шелуху Кожу В такую зону комфорта Где ничего не будет происходить Скорее всего Но очень маловероятно Вы не для этого переезжаете Да То есть Нужно из этого выходить Это непросто И я тоже этим болею И конечно Вот мы сидим Общаемся на русском Всё понятно Но Это то что нужно делать То к чему нужно стремиться И Это Как бы Строй Когда я собственно Учил язык И понимал что Всё уже надо делать Я старался Знакомиться с пятью Новыми людьми в неделю И когда не Не выполнял Значит свой Этот КПА Я шёл просто Вот в бар Который ещё тогда был открыт И просто Сидел в баре Общался с людьми Хоть как Ну потому что я знал Что кто меня осудит Я просто чувак случайный И в целом У меня столько историй прикольных Я конечно Половину из них Не могу рассказать Но Как бы на пальцах объясню Было прикольно И набирал вот этот вот Базу Какие-то сработали Какие-то нет Сейчас Поскольку весь онлайн У меня такой же КПА и на Линкдин Но сейчас это уже Там по пять звонков В день То есть У меня действительно Бывают звонки Когда пять новых людей Которых я никогда не видел Мы с ними общались Да Часть из них могут быть Абсолютно бессмысленные Но во-первых Опять же говорю Я практикуюсь Проверяю Учусь лучше фильтровать людей Учусь онлайн работать С людьми Поэтому совет Как бы Просто все в ваших руках Особенно сейчас Когда все онлайн Люди еще охотнее Онлайн общаются Фигачьте Даже не надо здесь находиться Сейчас А вот ты говоришь Что у тебя получается Сейчас лучше Распознавать людей Да Какие-то Я не знаю Стараюсь Есть какие-то Секреты Советы Как Какие вопросы Ты людям задаешь Слушай Ну это Опять же Каких людей Я в основном Тыщу людей Мне интересных По бизнесу Поэтому там есть Свои какие-то критерии В целом Ну посмотрите Чтобы у человека Был хороший профиль Так или иначе Чтобы вообще Начать диалог с человеком Нужно изучить его хорошо Нужно сделать То что называется Хромбок Понять какие темы Ему будут интересны Чем вы можете Ему быть полезны Чем вы можете зацепить Какие у вас общие интересы И это касается инвесторов Это касается бизнес-партнеров Всех-всех-всех И ну в целом Можно и на свиданиях ходить Мне кажется Тоже не лишнее будет И когда вы лучше Это понимаете Вы действительно У вас больше тем Для диалога И у вас лучше Получается строить Отношения Коммуникации И с таким образом Как бы Вот и весь секрет Ресерчить И смотреть профиль Понимать Чем человек интересен И так далее Сейчас онлайн Только все растет Соответственно И растут бизнесы По этому поводу И очень много возможностей Делать это онлайн Просто не гнушайтесь Мы не умеем общаться В целом Не только там русскоговорящие Не только там Вообще все люди Плохо общаются Чем лучше вы общаетесь Тем больше Вы зарабатываете Да на этом Потому что Как мы сказали Выше Собственно капитал И валюта Это всегда Нетворк Всегда друзья И всегда общение И здесь ничего нового Не изменилось Никакая долина Это просто естественные Физиологичные свойства Вот и все Хотелось бы Тебя спросить О каких-то более узких рекомендациях Именно для людей Которые приезжают Из русскоязычного пространства Может быть есть Какие-то типичные ошибки Для тебя какие-то Открытия Которые ты Понимаешь Что это просто Говорит тебе твой менталитет И здесь ты как-то подумал Стал думать по-другому Отличный вопрос Начну с довольно Как бы прямолинейного И довольно банального Во-первых В России не пользуется Линкдином И не пользуется Потому что он там запрещен И потому что Культуры такой нет Конечно нужно освоить Линкдин И это Наверняка Я думаю Что многие люди С которыми ты разговариваешь Дают эту рекомендацию Я от себя добавлю Кое-что Как я например И использую Линкдин Во-первых Линкдин надо заполнить Профиль Как бы заполнить его хорошо И заполнить все секции Которые Линкдин рекомендует Они не просто так там существуют Нужно заполнить Маленькое саммари Большое саммари Перечислить свои работы Желательно добавить Какие-то детали про работу Желательно выложить Какие-то ссылочки Например на презентации Или видео Не обязательно про себя Но про компанию Чтобы было понятно Как бы чем человек занимается Это как Вот Не знаю Встречаются Собаки например На прогулке И они друг друга не уходят У них такой способ Поздания мира Вот в Америке В Америке Я думаю что на самом деле Во многих странах Западного мира Люди точно так же Когда встречаются Они начинают смотреть Друг друга на Линкдине В общем В этом отношении Мой совет конечно Будь Как бы типа Добрый инвестируй время В том чтобы Твой Линкдин профиль Показывал тебя С той стороны С которой ты хочешь И чтобы людям Стало понятно Потому что Во многом Что мешает Мне кажется Многим людям Которые приезжают Из других стран Например Из постсоветского пространства В Америку Что их профиль Может быть Они вообще могут быть Непонятны Они могут непонятно говорить Но это поправляется Да там Учишь язык Опыт Все такое Но когда Ты особенно Только начинаешь Важно чтобы Вот этот вот процесс Когда у человека Срабатывает Система Свой-чужой Ты хотя бы Не мешал Человеку Тебя понять Соответственно Линкдин очень сильно Помогает Еще от себя Добавлю что Есть разные подходы Например Добавлять всех Там На Линкдине Без разбора Ты добавляешь Тебе отправляют Запросы Добавляешь Я например Считаю что Так не надо делать И Логика моя Основана на том Что я ожидаю Что если человек В моей группе Например В моей сети Сетки В профессиональной В Линкдин То Я в любой момент Могу получить запрос От другого своего знакомого Который спросит Меня что-нибудь Про этого человека Попросит Например Он будет устраиваться На работу Меня спросит Что я думаю Про этого человека Или Они захотят связаться Попросит меня Представление Мне очень Некомфортна мысль Что когда меня будут Спрашивать Про человека А я про него Ничего не знаю Соответственно Я не добавляю Людей в Линкдин Которых я не знаю За очень редким Исключением Но Этот принцип Позволяет держать В итоге сетку Как бы Ну Очень релевантный Ну и так скажем Другой момент Про Практические советы Да Очень важно Осознавать Что в Америке Принято делать Все через Теплое представление Ворм интердакшн И эти ворм интердакшн Часто происходят Через e-mail Это часто происходит По принципу Типа Посмотрел друг друга На Линкдине Видишь Что есть общий знакомый Какой-то человек И ты говоришь Представь меня Пожалуйста Тому человеку Это происходит регулярно Это нормально Нужно к этому привыкнуть Научиться делать Самому эти запросы И отвечать на запросы Других людей Соединять людей Это очень важный Вклад в социальную сетку Базовое Простое правило Делать Дабл опт ин Интро Что называется Когда тебя просят Кого-то познакомить Спроси у другого человека Хочешь ли он этого знакомства И это В деловой культуре Америки Меня например Это научил Человек Как-то Которым я В ходе работы На своим стартап Познакомился Мне очень понравилось И мне потом Я познакомился С другим человеком Мне показалось Что их идеи Очень похожи Они прям должны Познакомиться Друг с другом И я их познакомил А он мне в ответ Прислал информацию О том Что знаешь Иван Типа вообще У нас принято вот так И ссылку на какую-то статью Про дабл опт ин Интро Было очень стыдно Но с другой стороны Как бы Очень правильно И очень хорошо Меня научило Зато запомнил Да Все верно Я очень благодарен Ему на самом деле За то что он так сделал И Вот ну соответственно Принцип как бы Интродакшнс Тут наверное два совета Да Это обязательно Вовлекаться в такого рода В взаимоотношения Представлять людей Друг другу И конечно же Делать дабл опт ин Ну третий наверное Практический совет Это Не забывать Практически на автомате Добавлять людей Которых Которыми ты познакомился В линкдин И это Позволит Сетку растить Можно даже использовать Количество контактов В линкдине Как своего рода метрику То есть я например Это делал в свое время У линкдина есть Есть Так Как бы Такие Как бы Уровни Когда например До 500 Они тебе показывают Штуками А свыше 500 Они начинают тебе показывать Свыше 500 Или свыше 1000 Какими-то такими категориями Для меня например Большой был Типа такой Жирная цель Это дойти до 500 Что было отражением Ну как бы Моих усилий Это помогало мне Не забывать Добавлять людей Опять же Которых я знаю Потому что другой принцип Что ты их знаешь Добавлять друзей Ну друзей Начать с коллег Где-то Даже если ты Например работаешь Где-нибудь там В России Или в Беларуси Или в Украине И у тебя есть Своя какая-то Социальная сетка И кто-то пользуется Линкдином Начать с них Добавить их Сделать профиль хороший Когда начинаешь Общаться с людьми Здесь Познакомиться Следующий момент Посещая вебинары Я например Один раз Был на вебинаре На котором было Ну это была панель Несколько человек было И мне понравилось Как один из панелистов Разговаривал Это вроде заочное знакомство И тем не менее Я вот чувствую Что человека После того Как он несколько мыслей Своих рассказал Я вот неплохо знаю Я отправил запрос Я сказал Буквально прям В процессе вебинара Я написал человеку Говорю Слушай мне очень нравилось Понравились твои мысли Особенно вот это Давай законнектимся Я вижу что ты в Сан-Франциско живешь Я тоже в Сан-Франциско Берри Как-нибудь кофе попьем Вот соответственно Такого рода запрос Возможно я бы не принял Например Потому что я человека не знаю Но с другой стороны Есть все-таки Как бы контакт Как ты именно соединился И очень важный момент Тоже как отдельный Маленький совет Если ты добавляешь Отправляешь кому-то запрос На добавление Обязательно пользоваться Вот этот вот Там есть такой add note Типа добавить заметку Обязательно ее писать Конечно Прежде всего Потому что человеку нужно понять Кто ты и зачем ты ему пишешь И как бы С какой стати он должен тебя добавлять Второе Эти связи Они работают не всегда сразу Например через полгода Год Ты захочешь добиться Там не знаю У тебя возникнет запрос На представление Какого-то другого человека А он уже не помнит Или она Откуда вы друг другу знакомы Это очень легко В сообщениях увидеть Потому что Когда ты отправляешь этот запрос У человека Это встает Сохраняется в сообщениях Когда ты ему следующее сообщение Отправляешь Сразу видно предыдущее Он говорит О, окей Мы с тобой встретились На этой конференции Или мы с тобой встретились При таких-то условиях И это очень здорово помогает Ну и отдельно говоря Про эти запросы Эти запросы Могут быть Общие То есть я например Я Опять же я связан говорю По ходу деятельности С бизнес-девелопмент С продажами С взаимоотношениями С клиентами И У меня Как бы Есть некий детектор Я смотрю Это сообщение Которое он сейчас скопировал Типа сто раз И разным людям отправил Или это индивидуальное сообщение Которое человек Не поленился написать Для меня конечно Гигантская разница То есть я как правило Не буду добавлять Вот я говорю Я не знаю человека Еще холодное сообщение Вот Но я например Добавлю человека Который из моей школы Он Как бы Не поленился Как-то конкретно Обратиться С какой целью Он встречается со мной Ну как хочет со мной Познакомиться И так далее Соответственно Это очень важная часть Даже для холодных Для холодных связей Вот Ну и Наверное тоже Еще один маленький совет Вот например Даже находясь в другой стране Ходишь ты на вебинары Есть спикеры Из Вот страны Куда ты собираешься С Америки Например Куда ты собираешься Переехать Задавай вопросы То есть если ты задашь вопрос От тебя Начинают люди запоминать Более того Если тебе правда Был интересен доклад Напиши заметку Какой-нибудь человеку Отправь сообщение Что тебе понравилось Просто Просто поблагодарю За отличное выступление Ну как я и говорил Это не про то Что можно что-то быстро Да Хакнуть Это про то Что ты Искренне интересуешься Искренне слушал человека Люди же все любят Когда их слушают И как бы если ты Собственно говоря Ну просто дал понять Что ты слушал Это уже вложение На национальный счет Соответственно Так Чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Строится эта сетка И конечно Ну людям которые Переезжают сюда Как я Как вы Как многие Видимо Твои зрители Либо уже сделали Либо планируют У нас Отчасти Конечно Менее привилегированное Положение Чем у людей Которые ходили в школу Пола-Алта Там вместе Да Там и так далее Безусловно Нам очень тяжело догонять Но Это Как бы Это сложный путь Который гораздо легче Проходить Если ты проходишь Ну вот Думая И инвестируя В развитие Ну в свою социальную сеть То есть Его Как бы опираясь На дружбу Там не знаю Мигрантское комьюнити И новых людей Которые ты встречаешь С которыми ты знакомишься Это Это безусловно То как Ну Тебе это будет Путь пройти гораздо легче То как ты можешь Ускорить свой Типа там Путь и свою адаптацию Ну и В конечном итоге Просто это гораздо приятнее будет Потому что Быть Ну иммигрантская жизнь Она полна В том числе И сложностей Правильно Эмоциональных в том числе И переживать эти сложности В компании С друзьями Единомышленниками Гораздо легче Поэтому Будет ли смысл Вообще ехать сюда В долину Вот после Всей этой пандемии Расскажи мне О своих Прогнозах VR долину Просто Переключитесь на другие Часовые пояса Там Из Москвы Киева Минска Не знаю Бишкека Где вы находитесь Неважно Астаны Переименовали Астану Вот И значит Просто Попробуйте Общаться с людьми По такому часу Пообщайтесь так И поговорите с ними Мне кажется Это будет То же самое Примерно Никакой проблемы Сделать звонки Зум И так далее У тебя есть Ютуб канал Есть И есть еще Печатный блок Есть грех такой Расскажи о концепции Своего канала У тебя есть Какая-то особенная Задумка Моя концепция Ютуб канала Значит Не монтировать Не перезаписывать Не готовиться И записывать Каждый день Вот Это мои постулаты Значит Я прихожу домой С работы 5-10 минут записываю Иногда фигню Иногда нет Че мне припрет Иногда смотреть Это ты строит Нетворк То есть у нас есть канал Силикон правда чат Есть телеграм канал Дискорд Мы там общаемся Обсуждаем Вот скоро будет Видимо из дискорда Сайт сделан еще Если найду в себе силы Или волонтеры найдут А у меня есть волонтеры Совершенно прекрасные Которые пишут Описание То есть моя задача какая Записать видео Положить на ютуб И не трогать Они пишут описание Делают таймкоды Короче им нравится Обложки иногда делают По желанию То есть Меня это все устраивает И комьюнити людей Которые становятся лучше Переезжают Попадают в IC И так далее Что отрадно Вот вся концепция Начал я этот канал Делать год назад на спор С американскими друзьями Мы сидели на новый год Играли в такую игру Мы писали желания Размешивали желания Ты вытаскивал Какое-то желание Из-за невыполнения желания Ты платил Как бы 10 тысяч долларов В кассу следующего Праздновения Следующего нового года Я вытащил желание Другого товарища Значит Сделать ютуб канал 10 тысяч пользователей У меня не было Не хватало 3 тысячи И в конце года Там где-то в декабре Друзья купили мне рекламу И набрали эти остальные 3 тысячи Я формально выиграл спор И с тех пор Собственно канал Вот растет Но как бы Как ты набрала 100 тысяч Я не знаю Поэтому у меня тоже У тебя очень много вопросов Как вообще Тяжело С временным успехом Ну как вот Спасибо тебе за интервью И за тем Что ты поделился Все ссылочки О которых ты упоминал Мы положим в описании К этому видео Да, спасибо тебе Я надеюсь у тебя Прибавится подписчиков Особенно тем Кому интересно Все о чем ты рассказываешь Да, может быть Я даже Что-нибудь полезное Умное сказал И люди такие И пойдем Послушаем этого парня еще Иван Это было просто Суперценное интервью Спасибо тебе большое Столько и практических советов И каких-то глубоких мыслей Которые нужно осмыслить Спасибо тебе Я очень рада Что такого человека Встретила В самом начале Пути здесь В Долине Спасибо Вы наши милые друзья Мы очень рады Что с вами познакомились Спасибо Вика На этом у нас все Продолжайте смотреть Следующие выпуски Будут Надеюсь Тоже интересные Хотя с Иваном Сложно будет Позоревноваться Не забывайте Поставить лайк Подписаться Встречаемся В следующем выпуске Всем пока